Как тебе не заснять одна камера? Как всегда у вас король, а пчелка там или кто? Да, хайпуем, вот такая тема! Алика, чайки, смотри, а как тебе? Да, надо шарматься, зарвать, да? Жить хорошо? Жить прекрасно, да? Не нуждайте там! Что такое плодинг? Это бег? Не замудряйся, так! Все спокойно, бежим и собираем мусор! В сетях многие сейчас начали говорить, что вот эта акция сбора мусора, типа, уже досталась, должны заниматься городские власти! Я считаю, что ответственность должна быть каждого гражданина! Здесь самое главное дать пример всем людям, остальным, другому, младшему поколению, в том, чтобы просто элементарно не сорили! Привлечь внимание просто людям, потому что мы живем здесь все рядом, надо соблюдать эту чистоту элементарно просто! Спартанцы не только бегают, прыгают, они еще и снимают, да? Обязательно! Ну-ка, покажи свою камеру! Где твоя камера? Голубо, да? Голубо! Блэк Севен! Ну и все равно это отстоит! Сони лучше! Впервые плогинг, он зародился в Швеции! То есть шведские бегуны, выходя на пробежку, брали с собой мусорные пакеты и так, в общем, начинали проводить время отлично и использовать для нашей планеты! Пластик у нас разлагается более 500 лет! Пластик находит абсолютно везде, даже на верхушке айсбергов, на Северном полюсе, на Эвересте! Меня вот больше всего бесят вот такие вот окурки. Их очень много от сигарет. И где я живу, наверное, у многих под балконами очень большая куча мусора вот из этих таких вот, вот таких вот бычков. Здесь собирать нечего, здесь на набережке хорошо убирается, поэтому нужно бежать дальше туда, как и к мечети, мне кажется, там будет мусор. Многие писали в комментариях, выбрали место, набережное, да, специально, да, 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 хайпуете, да? Да, хайпуем, вот такая тема! Вот берите такой хайп! Призываем, призываем! Хоть какой, но это здоровый хайп! Очень много хайпов, которых ни к чему не приводят! Ну вот забегаем уже немножечко во дворы, здесь есть бумага. На речке очень много мусора, но его уже не достать. Это со льда вот, жаль, вот что на дно уходит такой мусор. Ну я здороваюсь, людей от удивлений сразу, вот пару человек смотрю, а кричали встали и говорю, доброе утро, там, хайрлтанг, они на нас смотрят, как этот, на других людей с другой планеты. Мне кажется, потихоньку-потихоньку, даже каждый человек может многое что изменить. Наверное, так же? Вот отличную тему, как раз сказал. Я когда в Алма-Ате был, в горах, когда идешь, все здороваются, я об этом говорил в прошлом влоге. А когда на Чирине внизу мы ходили, там уже никто не здоровается. Вот так же рассказывать про Европу, да? Там в привычке это, да? Да, да. Просто добрый день сказать, даже незнакомым человеком, не даже, а незнакомым человеком. Нет, сразу, мне кажется, автоматизм у человека даже настроение поднимается, так, да? Он уже передает дальше 5-10 человек, дальше идет, уже здоровается с другими людьми. Мне кажется, это надо будет, наверное, культивировать. Всегда это было. Всегда это было. Может, сделано такую эстафету, добрый день. Подвешенный кофе? Да. Приходит, вы можете на дно встретить, к примеру, очередь. Какого-то денег нет. Малообеспеченные, малообеспеченные, то есть, кто может позволить себе, он пришел, кофе попил, заплатил за две чашки, за свою, и получается, за того человека, кто нуждается. Это вот непосредственно в зимний период, когда холодно, к примеру, в любое кафе заходит человек, говорит, если подвешенный кофе, да, назвать так, да, назвать? А можно так просто, стоите в очереди, увидели, ну, любой другой человек, он говорит, окей, он же все, ну, пришел купить, он говорит, я продолжаю. Да, отдаю деньги и следующее. Бывает такая цепочка, была какая-то статистика, что там не сто человек подряд. То есть, это заражает, добрые поступки они заражают. Такие элементарные действия, да? Просто, давайте говорить, добрый день, да? Добрый день. Хайрлтанг. 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 Да, сломаться за вас. Все, больше ничего не надо. Каждое утро вас сегодня приезжает на единицы? На единицы, да, конечно. Ничего себе, пеший марафон. И пеший марафон сейчас делает, и где-то полтора часа. Шакенов. Первый консультант воркоделу Болмада, он даже заведующий воркоделу Болмада, и исполнял обеспеченный завор. Как номер шкала? Чисто, чисто. Я вот оттуда иду, паспорт, она все чистая. Берых, ага, жук. Я кушаю, аликачаки, каланг, сусука. Далага шкарбат, Сазаргой, да? Я, я. Казыр, джверт, кидемзы, казыозынезги. Ляса, рахмета, ага. Это что, на онлайн, что ли? Нет, это же поручение Акима города, то, что все руководители Акима района сейчас личные телефоны, ватсапы ждали сейчас. Полностью остальные сети, а все остальные информации. Каждый житель сейчас может позвонить, поставить свой вопрос и приходит. Ну, правда, чуть неудобно. Надо отценивать. Ну, как отценивать, да, в субботу-воскресенье, да, да. Ну, как ты смотришь? Какой-то человек должен просматривать же это как? Нет, это напрямую с руководителями, напрямую Акима района, руководители управления звонят. Конечно, чуть неудобно. Вот выходной день, воскресенье, к примеру, есть семейная, своя личная жизнь, к примеру, да, там, с детьми позаниматься. А здесь получается то, что жители не ждут, им без разницы. День и ночь могут звонить, ну. Не, ну, я тоже думаю, да, чуть может быть. И с крайней, с крайней, мне кажется, не стоит так. В рабочие дни, конечно, мы согласны. Там, с 8.30 до упорта. Определенное время, вот я про это говорю. Да, да, да. А так бывает, там, на обед приезжаешь, там, с часу, там, с часу 30 до 2.30, там, только садиться кушать, там, звонки не поднимаешь. Жители обижаются, говорят, вот, зачем вы дали номера, если там не отвечают. Ну, мы стараемся, конечно, перезванивать, если видим пропорщину звонить. Просто здесь отрегулировать надо. Много вопросов. Ну, может быть, это экспериментальное сейчас, то, что пилотное, может быть, оно со временем сейчас отрегулируется все. Когда будут решаться все эти вопросы, так же? Вот, как раз тема была, Мань, про велосипедистов. Я думаю, что вот многие жалуются про набережную, что там велосипедисты ездят, мешают пешеходам. Мне кажется, не надо не запрещать, а надо ограждать, то есть делать отдельную полосу велосипедистов, и там, как за рубежом, бордюрщики там, еще чего. И дисциплинируют просто людей, показывают, понимаешь, что велосипедная дорожка, по ней должен ехать велосипедист. Пешеход, пешеход, все элементарно. Как вас Оскар Жанаб? Оскар Жанабов. Лед. Видите, там на этом берегу беседка, и мне что порадовало, что вот эту набережную, по всей вероятности, закольцует, то есть левый берег и правый берег. Нужно будет бежать из города, перебегать через тот мост и продолжать бег по обратную сторону, уже по другому берегу. По крайней мере, я так думаю. Конечно, посмотреть по карте бы. Это будет супер. Велодорожку закольцовали так же, то есть и бежать, и на велосипеде можно было бы ехать. Кен Рахмет. Самое интересное, супругу спасибо, что отпустил в воскресенье, балл в армии. Мне понравилось, он сразу инициативу в свои руки взял, говорит, давайте зарядку начнем делать. Такие. Спасибо. Кен Рахмет. Передам наш коллектив кочевники. Мед же это, да? Приглашайте на чай. Рядом живу, поехали. Да, все. Давайте вообще-то сделаем. Каким-то такой стройник, и не сказать, что гослужащий. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...